Зачем тратить миллионы рублей на тональное средство? Ведь можно сделать тональник самим за копейки. Сыпем какаушко. Тональник готов. Из хоботка! Мой неприятно! Что вы понимали, я просто заплакала. Конечно нет, серьезно. ВК-клипы это неизведанный мир юмора, лайфхаков и котиков. Нам предстоит узнать, что творится в этом месте и как с этим жить, потому что сегодня ВК-клипы научат меня краситься. С меня кожа слезает! Как все начиналось? Сижу я такая в своем ВК, и присылает мне Каролина вот такие вот видео. Ну щас бы хоботочек ахаху. После этого я написала ей вот это вот сообщение, потому что те видео, которые я видела в ВК-клипы, очень прошу меня простить, но они вызвали у меня самые неприятные ощущения. Я видела много видео-контента в интернете с бьюти-лайфхаками. Я даже снимаю его, и не всегда он такой уж и прекрасный. Но то, что я увидела в ВК, это реально какой-то отдельный сорт, я даже не знаю чего. В общем, сегодня мы с вами проверяем лайфхаки из ВК. ВК учит меня краситься. Я такое видео на YouTube еще не видела, поэтому если кто-то такое снял, то он за мной повторяет. За мной опять все повторяю! Я дышу, ты за мной повторяешь! Лайфхак номер один тон из кофе. Зачем тратить миллионы рублей на тональное средство? Ведь можно сделать тональник самим за копейки. Берем кремушек для лица, сыпем какаушку, хорошенечко все помешали, и вуаля, тональник готов. Не, я понимаю, что есть топный контент, но я как бы, извините, пожалуйста, я об этом разбираюсь. Я отвечаю за полусторонние в интернете. Лиса раньше, я тебя любила, но ты зазвездилась. Но это конкретный борщ. И, естественно, такие видео, ну, снимать без пометки сарказмом, не воспринимать это серьезно, и говорят, что я буду тестировать тон с какао, ну, нет. А потом люди жалуются на то, что у них появляются прыщи и прочие приблуды, поэтому в качестве начала моего макияжа использую кушон обыкновенный, и просто нанесу себя на лицо. Кстати, зацените, какой у меня хайповый худак. Ссылочку на него я оставляю вам в описании, обязательно посмотрите, что там есть. Лайфхак номер 2. Контуринг бровей. Берем средство для бровей. Любая прозрачная штучка. Это еще из великого видео Гадели Сосай. Дальше фигарим вот так. Мне уже жалко и этот скульптуринг, и эту бровяную штучку. И теперь расчесываю бровь вместе с бровяной штучкой. Разница вообще есть? А, кстати, да, разница, на удивление, есть. Бровь стала более темной. Вы видите разницу? Или я сошла с ума? Кажется, я вас только что плюнула, но это не точно. Я не могу понять, есть разница или нет. Я реально не выкупаю. Я точно делаю все правильно. Это слишком простой лайфхак, чтобы заблуждаться в нем. Ребята, я не вижу. Честно, не понимаю. Есть разница? Каролина, есть разница? А где? Вот ты мне скажи. Что-то? Нет. Не знаю, нет тогда. Разницы нет. Лайфхак номер три. Брови гигиеничкой. Следующий лайфхак для бровей выглядит еще более эпически, но в это я вообще не верю. Укладка бровей гигиеничкой? Укладка бровей с помощью гигиенической помады? Я просто в шоке от такого крутого результата. Гигиеничка реально может заменить фиксирующий гель для бровей. Ладно. У меня есть щеточка. Для начала мы ее полностью вытираем, чтобы она была сухая для бровей. Берем гигиеничку. Господи, мне так жаль. Она даже новая. Еще не тронутая. Гигиеничка. Ну а теперь зачет своими бровями гигиенической помадой. Ааа, ребята, это капец какой-то, лол. Ооо, ужасно. Не смотри на меня, там комок. Нет, не смотри на меня. Не смотри. Ооо, ужасно. Что это придумало за девушку? О, неприятно. Ааа, как не... Это мега неприятное ощущение на бровях. Оно мега неприятное. Это просто лепесус. Буквально происходит ситуация кринж. Выдала все фразы, которые я знаю. Хэштег папусная кица. Давайте, по честному. Вот я сейчас вообще не сарказмирую. Это новое слово. Привыкайте. Сарказмирую. Да бровь действительно уложилась. Правда, держится. Не знаю, насколько хватит бальзама для бровей, но он держится. Во-вторых, бровь действительно не блестит. И как бы, ну, она реально выглядит просто, как будто я ее уложила. Причем, как будто бы я ее уложила достаточно плотно. Из минусов. Ты когда делаешь вот так вот, или не дай бог кто-то тебе это сделает за тебя, я не знаю, но вдруг кто-то захочет вас поцеловать в бровь. Я не знаю, что может произойти в вашей жизни. Чел, конечно, такой, да, соприкоснется с бальзамчиком, потому что липка пипец. Еще есть некоторое подозрение, что вот это вот все мракобесие, оно растечется. Ставлю этому мракобесию 10 из 10 за креатив и находчивость. Ноль примерно за все остальное. Спасибо ВК клипы. Не иронично, но я люблю ВК клипы. Я веду свой ВК паблик с 16-го года, он существует и ему хорошо. И мой магазин бренда одежды бездна, кстати, тоже существует в ВК. То есть у меня нет никаких претензий ни к ВК, ни к ВК клипам, но контент там отборный. Лайфхак 4 филерные скулы. Ну что, следующий лайфхак у нас про скульптуринг. Как сделать невероятные, классные. Скулы, смотрим. Дом эффект филера. Берем скульптуры, не железо, окрашиваем щечку. Когда тень готова, берем консервы, намечаем границы. Все тушим, закрепляем бодрой. Смахиваем лишнее, удивляемся результатом. Выглядит как нечто, что может сработать. Я даже в шоке, что я нашла такое в ВК клипе. Что ж, берем скульптуринг и наносим обильно на щечку. Прям много, вот нам много надо нанести. Господи, у меня вся эта супер эпичная музыка из ВК клипов в голове. Есть некоторая музыка, типа там Super Massive, вот это вот все, которое очень эпично звучит, очень круто. И когда под нее делают какие-нибудь крутые эдиты, это что вообще происходит? А, это видимо бальзам. Класс, вы видите, что происходит? С меня кожа слезает, ребят. Видимо, я бальзамом бахнула. С меня реально кожа с ней слезает. Кожинки слезают. Что это? Снимайся, кожинка. Продолжаем. И когда под эпическую музыку выкладывают какие-то прикольные эдиты, это выглядит вау, классно. Смотришь и думаешь, ну настоящий автор Дарк. А потом иногда выкладывают какую-то дить ужасную, и ты думаешь, ну нет, это ужасно. И песня сюда не подходит. И травмируешься. Что мне предлагают сделать дальше? Берем консилер и замазываем вот так. Она прям пудровая растушевывает что-то новое. Ладно, попробуем, мне не жалко. Растушевываем пудрой. Нитронное ощущение. Ни хрена, конечно, консилер, раждаемую пудру не растушевывать. Это просто стала белая полоска, но это было ожидаемо. Но я думаю, что если бы я растушевала этот консилер нормально, было бы иначе. Давайте для чистоты эксперимента повторим все равно то же самое. Так не будем пудрой пытаться растушевать консилер, потому что это бред, очевидно. Но вы знаете, у меня вот прям вот есть надежда на этот лайфхак. Делаем из себя филерный фейс. Консилер. Растушевка консилером. Ну а теперь пудра бейкинг. Как вы могли догадаться, у меня ничего не получилось. Это очень... Это филерный консилер, ты не понимаешь вообще, не разбираешься, филер. Ну, ребят, я Рил пыталась сделать что-то нормальное. Я не могу просто сконцентрироваться и сказать что-то в камеру, потому что я вижу это. Нет сил прокомментировать, сами все выскажите. Что вы думаете? Я не знаю. Душевать надо, может, нет? Или это все готово, типа? Это готово. Слушай. Блин, я не знаю, это ужасно. Нет, ладно, мы оставим этот результат, чтобы все видели, что происходит. Оу май гаад. Подивляемся результату. Результату я действительно удивилась. Лайфхак 5 румяной помады. Делай кремовые румяна своей любимой помадой. Шай консилер помаду в нужной пропорции. Влажным спонжем поверх тона нанеси готовый продукт на зону румянца. Нам, значит, нужна помада и консилер. Консилер. Липстик. Итак, значит, намешиваем. Помадка. Консилер. А теперь перемешиваем. Растушевываем. Да блин, проявляется же цвет, да? Проявляется, он есть. Нет. Ты с ногой. Ты у тебя занята. Не по человеческому. Говорю, что ты лесный человек на самом деле. Безнюк. Ну, носим обычным методом. Предположим, я буду растушевывать это кисельный румяна. Вот этой. И лайфхак. Вы, конечно, удивитесь, но он работает. Та-да-да-да-да-а-а. И это реально рабочий лайфхак. Вот, консилер перемешался с помадой. Не знаю, насколько это комедонно-комедогенно или как это правильно говорить, но он работает. За это можно поставить лайкусик. Ставим лайк. Ура, лайфхак, который сработал. Что? Вообще, мне очень странное лицо Я понимаю, ну это потому что филер, не с когом Да, да Напишите сработает лайфхак, потому что, по-моему, нет Перед следующим лайфхаком я напоминаю подписаться на мой ютуб канал и на телеграм, потому что давно пора Как бы контент у меня супер классный и пафосный, you know А так, дорогие друзья, вот у меня к вам серьезный вопрос Как вы называете ваш нос? Вероятно, вы называете нос нос Но вряд ли у вас есть особое обозначение для вашего носа или какое-то особое имя Может быть, как-то называть свой нос пятачок И, возможно, вы спросите, я сошла с ума и задаю тупые вопросы А я вам скажу нет, потому что в ВК-клипах нас учат контурировать не нос, а хобот Контурируем свой хоботок Лайфхак номер 6, контуринг хоботка Лайфхак с вилкой проверяли все уже Мне кажется, я тоже его проверяла году в далеком девятнадцатом каком-нибудь Но тот именно смысл в том, что нам обещают из хоботка, из хоботка Сделать маленький нос Вилка обыкновенная, тройничок от NYX Кстати, скоро выйдет на моем канале видео NYX Barbie Это вот просто пипец У них вышла же вот эта вот коллекция потрясающая Я заплатила за нее 20, блин, тысяч рублей А потом охренела от жизни Хотя казалось бы, ну вот после вот этих вот лайфхактов уже ничего не охреневаешь Но я все еще держусь, все еще умудряюсь чему-то удивляться На хоботок кладем вилку Берем темный контуринг Вот так вот рисуем эту полоску Добавляем все эти тройнички, многовички И в центр белый бахаем Но честно, я уже сейчас думаю, что это какая-то хрень получится Потому что у меня, блин, эта вилка Она тут по моему лицу скользит По моему хоботку и делает Ему неприятно Ну, ребят, я орел пыталась Не, ну это серьезно, да Лучше меня, конечно, контуринг никто никого никогда не научит делать Что же, закончим делать, как она делает Она делает это вот так, вот растирает Типа, окей, пока я вижу только следы, видите, вот умятина на моем носу От вилки И ура, хоботок стал маленьким носом Конечно же, нет, вообще нифига не работает Эта история, просто сотру Никто лучше меня, вас контуринг не научит делать Кстати, про контуринг и про обучение от меня Я тут недавно создала свой канал на Дзене И там я выкладываю бьюти-туториалы Прям полноценные И вот вчера я выложила туда свое самое первое бьюти-видео Поэтому я очень рекомендую вам подписаться на мой канал на Дзене Чтобы смотреть эксклюзивный контент Там, кроме обучалок, ничего не будет Это все, естественно, бесплатно Но я так, на всякий случай, об этом говорю Что ж, ссылочку на Дзену я оставляю вам в описании А еще обязательно напишите в комменты, какой бьюти-туториал Вы бы хотели видеть, я это обязательно сниму Ну, потому что хочу Я настолько приспалилась, что... Сокус по карамели Что снимаю, что, извините, но тут как бы должна быть кофейная пауза, кофебрейк Да, я пью быстрорастворимый кофе И что вы мне сделаете? О, давай, короче, эдит кофейный под ту музыку, которая тут... Хочу показать вам видео во время моего кофебрейка Которое собрало 50 тысяч лайков Для ВК 50 тысяч лайков это очень много Это прям вот, это как, я не знаю, на Ютубе, наверное, миллион лайков Что охренеть как много Итак, давайте посмотрим этот контент вместе Это все, что я хотела вам показать Лайфхак номер 7, богемные стрелки Итак, смотрим, как рисовать стрелки Пора бы к ним переходить Я думаю, достаточно этого лайфхака в интернете, мы не будем его проверять Этого человека зовут Станислава Сексуалова Привет, Сексуалка Ну что? Сексуалка Вот вам лайфхак Выглядит, кстати, интересно Пробуем Итак, первая, значит, линия уходит вниз А потом с этим лайфхаком начались сложности Привет, Сексуалка Я вообще неправильно стала делать этот лайфхак Стираема нахрен Я, короче, подумала, что первая полоска это стрелка А, блин, первая полоска у нее это не стрелка Это она, типа, себе помогла нарисовать какую-то линию карандашиком Вообще подводка Ровно такая же у меня есть Ребят, такая же подводка Конец своего ресничного края Вот так вот И просто четко оттащила вниз эту линию Следующий этап Это уже полноценная подводка И подводкой она прорисовывает Знаете что? Она сразу вводит в этом лайфхаке А я вам отвечаю Вот это вот первый скриншот Четко видно, что стрелка идет вот так вот вниз Прям вот видно Дальше этой стрелки, которая идет вниз, уже нет Здесь появляется стрелка, которая идет почему-то туда, наверх И рисуется стрелка снова вниз Поэтому у меня не получается Третий же лайфхак Получается отступ И я не понимаю, откуда взялась вертикально направленная стрелка Что за бред? Тут этого нету Ладно, я сделаю вот так Я постараюсь доперить, что от меня хотели Я провела стрелку вверх На следующем кадре она стрелку, которая Да блин Я нихрена не понимаю, что здесь происходит У нее на каждом кадре разная стрелка Я вообще не понимаю, как я должна понять Извините, я человек с опытом Я не понимаю Я столько лайфхаков протестировала Я ничего не понимаю Помогите Нет, серьезно Она в каждом кадре понимает, что рисует по-разному У нее то она вниз, то она вверх Потом у меня треугольник Как я должна понимать? Как я должна родить из этого треугольник? Я тоже не понимаю Зачем вы делаете такие лайфхаки гадские? Вот этот треугольник непонятный Теперь с этого треугольника она рисует какую-то хрень вот сюда вот Ну и получается стрелка Но это база Это обычная стрелка К чему вообще вся эта стрелка вниз, стрелка на бок, стрелка с треугольником? Определитесь Лайфхак-то нормальный Абсолютно рабочий Это базовая схема нанесения стрелок Все еще делают, что лучше, чем я Никто не научит людей рисовать стрелки Это был не акцент Нет, это был не акцент Я запнулась и решила продолжить празу Блин, ну что с моим лицом вообще? Давайте ради интереса просто сделаем второй глаз Примерно по такой же схеме, но без вот этого вот лютого извращения Типа того Лайфхак номер 8 губы с помощью бокала Я больше не могу выносить этого видео Поэтому давайте попробуем лайфхак с дорогим элитным бокалом Чирс за вас Привет, сексуалка Вот смотрите, мы только что с вами увидели потрясающее видео, конечно И в этом видео дамочка нанесла, значит, помаду на бокал Потом такая испила за любовь, естественно, очевидно И потом у нее в конце появляются губы с эффектом, ну, выхода за контур с карандашом Я бы даже сказала, для губ Посмотрим Если это действительно так работает, я поставлю миллион лайков из миллиона Давайте тестировать Вот это у меня есть помадка Красим помадкой этот бокал Пафосно дорого красим Фэнси Ну, кажется, достаточно И теперь мы, типа, делаем вид, что мы пьем Привет, сексуалка Hi, Barbie Помада есть? Есть, логично, логично Теперь губки Посексим Ну, я удивлена, она работает Валидно ли? Да, валидно, но... А нахрена? Всем пока, ставьте лайк 50 тысяч лайков, и мы снимаем еще одно такое видео И не забывайте кидать мне в предложку вот этот вот кринш Я не знаю, в какую предложку мне это накидаете Но куда-нибудь накидайте Короче, жесть Телега подписывайтесь Сейчас в интернете гуляет огромное количество вот таких вот фотографий Я очень долго смотрела на эту косметику И думала, блин, какая охренеть крутая косметика Оказалось, что это косметика из Китая Все говорят, что она просто... Уры Сувер Сувер